На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Максим Козлов. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. Как реализуется программа предоставления земли многодетным семьям под дачное строительство в Ленинском округе? Я думаю, что будет маленький дачный такой домик, на выходные будем выезжать. Обычная поездка на штрафстоянку за машиной обернулась для бедновчанки большими неприятностями. Стук, открывается воротина и выбегает собака. Единый день безопасности дорожного движения прошел в детских подмосковных оздоровительных лагерях. Надо еще разочек с ней повторить правила безопасного поведения на дорогах. 11 лет назад стартовала программа предоставления земли многодетным семьям под дачное строительство. За этот период порядка 280 семей Ленинского округа, имеющих трех и более детей, получили в собственность земельные участки. В настоящее время появилась возможность для предоставления земли в городских округах Ступино, Кашира и Коломна. Еще около 300 семей смогут стать обладателями своего дачного участка. Любовь Явлоева работает заведующей отделением срочного социального обслуживания в Центре Вера. Она – мама четверых детей. Сегодня все они уже совершеннолетние. 11 лет назад, когда начали предоставлять первые земельные участки многодетным, Любовь Ахметовна встала на очередь. За эти годы от администрации поступало несколько предложений. Но Явлоевы отказывались, слишком далеко. Недавно предложили в округе Ступино. Сертификат вручили на празднование Дня семьи, любви и верности. Ступинский район, он ближе к Ленинскому, можно сказать, южный район. И как бы я согласилась. Я думаю, что будет маленький дачный домик. На выходные будем выезжать. Еще одна многодетная мама, получившая сертификат на землю в праздничный день – Елена Столярова. У Елены Борисовны трое детей. Две дочери уже перешагнули порог совершеннолетия. Подрастает сын. Семья дружная, творческая. Очень любит отдых на природе, много путешествует. Об участке мечтали давно. Эйфория от того, что мы промерили свои сотки ногами, посмотрели и даже сфотографировались. Планы какие? Первоочередные, наверное, вбить колышки, поставить забор. Там очень красиво. Дорога шикарная. И дорога, когда съезжаешь именно с трассы, там сосновые леса, там река. За период работы программы в округе встали на очередь около 900 семей. Порядка 300 земельных участков в ближайшее время смогут быть предоставлены. Они находятся в городском округе Ступино. Весьма удобная транспортная доступность до них. К сожалению, мы ограничены земельными ресурсами у нас на территории, поэтому вынуждены предоставлять такие участки за границами муниципалитета. Нам помогает правительство Московской области, выделяя из своей собственности земельные участки. Они расположены в разных муниципалитетах. Естественно, мы стараемся подобрать наиболее близкие к нам. Перечень свободных земельных участков и порядок их получения можно уточнить в Управлении земельно-имущественных отношений администрации Ленинского городского округа по телефону 8 495 541 89 89. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. На портале Добродел стартовал второй этап голосования за дороги, которые будут отремонтированы в следующем году. Сейчас в лидерах более 23 трасс Ленинского городского округа. По какой схеме проходит голосование и как жители могут принять в нем участие, узнала Юлия Погосян. За годы своего существования подобные народные голосования на портале Добродел доказали свою эффективность. Таким образом у жителей появляется возможность выбрать к благоустройству именно ту территорию, которая действительно нуждается в реконструкции. Голосование за автодороги стартовало 1 апреля и на сегодняшний день перешло ко второму этапу. В списке были абсолютно все проезжие части Ленинского городского округа. У нас получилось это порядка 575 дорог и участков. Затем после 31 мая на основании рейтинга, как жители проголосовали, создается второй этап. Второй этап в настоящее время у нас попало 23 дороги. Всего голосование продлится до 31 августа. Жители еще могут принять часть. Сейчас в лидерах три дороги. Пока только они набрали более 50 голосов. Именно эта цифра основополагающая, чтобы проезжую часть отобрали к реконструкции. Две дороги в Горах-Ленинских и одна дорога в Беливоту. И дополнительно еще совсем маловато голосов. Это у нас в деревне Теречево автомобильная дорога попала. Реконструкция проводится за счет средств бюджетов Ленинского округа и Министерства транспорта Московской области. Все те дороги, которые победят в народном голосовании, отремонтируют в 2023. Традиционно строительный сезон начнется в мае. Помимо этого, вне зависимости от добродела, каждый год администрация муниципалитета старается привести в порядок около 20 улиц. В этом году мы сделаем 22 дороги. Будут закончены 5 дорог из них за счет средств Московской области, Министерства транспорта. Из этих 5 дорог 4 уже полностью завершены. Еще одна, еще один адрес остался. Там прекрасный пример, если вы видели проспект Ленинском самому. Абсолютно новый асфальт, абсолютно новые технологии примены по укладке асфальта. И дополнительно, видите, мы еще сделали небольшую переразметку. Отдать свой голос очень просто. Зарегистрироваться на портале Добродел, выбрать Ленинский городской округ, затем раздел «Голосование за автодороги» и найти интересующую вас проезжую часть. В дополнение у пользователей есть возможность оставить комментарий и выразить свое видение реконструкции участка. Юлия Погасян, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно этого. Обычная поездка на штрафстоянку за машиной обернулась для видновчанки Алены Немтыревой. Большими неприятностями на девушку, которая находится в положении, напала бродячая собака и прокусила ногу. Наша съемочная группа попыталась разобраться в произошедшем. Навестить видновчанку Алену Немтыреву, которую в минувшие выходные укусила бродячая собака. Мы отправились вместе с депутатом Совета депутатов Ленинского городского округа Годжимуратом Годжимурадовым. Именно он решил взять под личный контроль инцидент, произошедший в промышленной зоне Видного. Молодая женщина рассказала, что 16 июля отправилась след за мужем на штрафстоянку забирать эвакуированный автомобиль. Таксист привез ее на улицу 8-я линия, дом 3. Когда Алена поняла, что по этому адресу ни мужа, ни ее машины нет, случилось неожиданное. Стук, открывается воротина и выбегает собака. Уже рычащая, ну как голодная такая, злая. И бежит на меня, агрессивная. Бежит на меня. Потихонечку, потихонечку, мелкими шажочками начала отступать туда вдоль автомойки по дороге. Она за мной, укусила меня за ногу. На крик Алены сбежали сработники и клиенты автомойки, расположенные по соседству. Они довели ее до лавочки и вызвали скорую помощь. Сделали уколы столбника в руку, уколы от бешенства, 8 уколов. Рана на 2 сантиметра глубокая вовнутрь и 8 сантиметров в длину вдоль щиколотки. Теперь впереди у пострадавшей ежедневные перевязки и многочисленные уколы от бешенства. И это несмотря на то, что Алена находится в положении. Ведь, как утверждает сотрудник частной стоянки, по адресу улицы 8 линия, дом 3, собака бездомная частенько гуляет по окрестностям и пугает людей. Они бегают вон оттуда, в правую улицу. Бывает стая и 8 тут прибегает. Пустили на стоянку, мы посмотрели, действительно, там следов содержания собаки, тарелок, веревок, никаких будок не было. Но в разговоре с другими пользователями других учреждений, там рядом и техцентр находился. Действительно, говорят, что проблема большая. И кусается людей, и люди забегают к ним в автосервис, прячутся, закрывают двери. Собаку, укусившую Алену, кстати, нашли. Прибывшая на место служба отлова уже чипировала и увезла ее в приют домашний, где животное обследует, пролечит при необходимости и вакцинирует. Но вот на улице больше не выпустят. Собаки, хоть раз напавшие на человека, остаются там на всю жизнь. Надо понимать, что собаки не люди, ими движут инстинкты. Так инстинкт, как защита еды своей, защита территории. Приручая собаку, надо будет нести ответственность. Если есть желание такое, это здоровое желание, заведите, приведите, ухаживайте за этой собакой, выгуливайте ее, кормите ее. Если собака охраняет какую-то часть, ну, территорию, она должна находиться на территории под присмотром, под, ну, в какой-то вольере она должна находиться на привязи. Ну, а также не умалчивать это. Ну, то есть сразу устранять эту проблему, чтобы с другими людьми то же самое, эта же собака, она не покусала другого человека. Напоминаем, если вы стали жертвой нападения бездомного животного, следует по возможности сфотографировать или записать видео с агрессором. Обратиться в медицинское учреждение и в службу ЖКХ администрации Ленинского городского округа по телефону 8-495-549-02-83 или в единую дежурную диспетчерскую службу. Сюда же можно сообщать о любом агрессивном поведении бродячих собак. Екатерина Борисова, Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Елена Кошлева. Видное ТВ. В рамках профилактического мероприятия «Трезвый водитель» сотрудники госавтоинспекции встретились с представителями транспортных компаний, осуществляющих перевозку пассажиров на территории Ленинского городского округа. И в очередной раз напомнили водителям о недопустимости управления автобусами в состоянии алкогольного объединения. Главной темой встречи сотрудников ГИБДД с представителями транспортных компаний Ленинского городского округа стал стартовавший 11 июля социальный раунд «Трезвый водитель». Госавтоинспекторы уделяют этой проблеме особое внимание. Также на совещании были разобраны происшествия на дорогах, техническая готовность транспорта и основные жалобы пассажиров. Основные замечания – это грубые нарушения ПДД водителями автобусов. Это отклонение от маршрутов, движение по обочинам, проездное запрещение светофора, невнимательность, спешка. Инспекторы напомнили водителям автобусов о необходимости корректного отношения к представителям старшего поколения. Будьте внимательны, потому что они во время движения транспортного средства подходят у вас к двери, стараются приобрести время для того, чтобы выйти. Достаточно медленно всё это делается. И бывают ситуации, когда человек ещё не успел закончить своё движение, выход из автобуса, а вы уже начинаете движение транспортного средства. В ходе встречи у водителей была возможность задать интересующие их вопросы, озвучить проблемы, с которыми они сталкиваются на маршрутах. Ещё одной темой для обсуждения стало введение карточек для режима труда и отдыха водительского состава. Чтобы не было никаких нареканий в нашу сторону, то есть водители могли отдыхать и всё остальное. Соответственно, мы могли их контролировать, где они находятся, в каком месте, помимо того, что установлены дополнительные системы в автобусах по отслеживанию. То есть это будет нам упрощает реагирование на жалобы, которые поступают от граждан. Ну и, соответственно, будем за ними уже смотреть, что с нашей стороны тоже. К нам не было нареканий со стороны водителей. Такие профилактические встречи с представителями транспортных компаний муниципалитета инспекторы проводят ежемесячно, чтобы напомнить о соблюдении правил безопасной перевозки пассажиров. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Единый день безопасности дорожного движения прошел в детских подмосковных оздоровительных лагерях. Сотрудники Ленинского отдела ГИБДД посетили лагерь «Салют», который расположен в поселке Володарского. С ребятами пообщались не только представители отдела пропаганды, но и руководство местной госавтоинспекции. В детском оздоровительном лагере «Салют», который находится недалеко от поселка Володарского, отдыхает порядка 320 ребят. Сегодня к ним в гости приехали сотрудники ГИБДД. Ребят, а где дорогу переходят наши пешеходы? Наши пешеходы! Ну, это пешеходный переход, правильно? Да. В единый день безопасности дорожного движения, который проводится в летних лагерях по всей Московской области, с мальчишками и девчонками приехали пообщаться и представители руководства Ленинского отделения ГИБДД. С детьми, мне кажется, намного легче выстраивать коммуникацию, потому что у них восприятие более игровое, и они запоминают все намного лучше, чем взрослые, и реагируют, соответственно, на то, что мы им говорим, совершенно по-другому. То есть они, то, что мы им сказали, все, для них это уже правда, и этому надо следовать. С первых минут сотрудникам госавтоинспекции так удалось увлечь ребят, что иной раз казалось, что контроль над аудиторией потерян. А вот этот знак о чем говорит? История сотрудничества руководства лагеря «Салют» и Ленинского отделения ГИБДД началась давно, и всякий раз инспекторы стараются что-то придумать, чтобы увлечь ребят. Десять лет назад это было в 2012 году, а вот большой праздник был проведен в 2014 году, и это действительно была крупномасштабная акция, сюда привезли огромное количество техники, дети смотрели на машины, которые были ретро-автомобили ГИБДД, насколько я помню. Справедливости ради стоит отметить, что ребята неплохо знают правила дорожного движения. Это говорит о том, что система обучения, построенная в Московской области, прекрасно работает. Я на самокате больше люблю, и я катаюсь на треках, это где можно тройки делать. Сегодня ты вот все, что увидел, ты где-то уже тебя об этом рассказывали, вы где-то это проходили, в школе или в садике? В школе и в садике. Я обычно катался на электросамокате, но я обычно катался, знаю, от бабушки дома или там в парке. Что-то новое ты для себя открыла или в принципе все было понятно? Ну, в принципе, было все понятно. Все до этого я и так знал. Мне в садике рассказывали и в школе. Тем не менее, дети по-прежнему нередко становятся участниками ДТП. Поэтому, по мнению инспекторов, работа должна продолжаться, чтобы подростки без труда смогли распознать опасную ситуацию. Надо еще разочек с ними повторить правила безопасного поведения на дорогах, потому что огромное количество детей у нас сейчас катается и во дворах, и на дорогу, бывает, выезжают. Не просто так мы им сегодня вот эти вот листовочки вручили, для того, чтобы они еще раз почитали и вспомнили. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Ровно через месяц в музей-заповеднике Горки-Ленинске стартует фестиваль джазовые сезоны. Масштабное музыкальное шоу состоится уже в восьмой раз. 20 и 21 августа на открытом воздухе выступят лучшие артисты России и зарубежья. В числе участников фестиваля Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Сергиево-Посадский муниципальный оркестр, Денис Мацуев и многие другие виртуозы. Фестиваль продлится в течение двух дней. Концерты начнутся в три часа дня. Узнать подробную программу мероприятий можно на официальном сайте jazzseasons.ru. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok